Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Бесплатное жилье и крытый бассейн мирового уровня. Мэр Заречного проинспектировал стройки социально значимых объектов. Мы идем по графику. Претензий у подрядчика по оплате, по взаимодействию с управлением капитального строительства нет. В Заречном все спокойно. Межмуниципальный отдел МВД России подвел итоги работы за 6 месяцев 2016 года. За первые полугодия зарегистрировано 261 преступление, что на 2,6% меньше аналогичного периода прошлого года. По области наблюдается небольшой рост, в том числе и по Пензе. Юнзары вернулись. В загородном лагере «Звездочка» завершилась лидерская смена детского общественного движения. Мы не просто отдыхали, мы еще и учились быть настоящими истинными лидерами. Я думаю, что у нас это отлично получилось. И теперь об этих и других новостях подробнее. Очередная партия протоколов составлена участниками межведомственного рейда по проверке соблюдения городских правил благоустройства. Напомню, в нашем городе запрещено парковать автомобили на территориях, не имеющих искусственного покрытия. Штраф за такую стоянку варьируется от 500 до 5,5 тысяч рублей. Однако и это не останавливает зареченских автовладельцев. Из очередного рейда репортаж Александра Абаимова. Бордюр машине не помеха. Для некоторых зареченских автолюбителей это не просто слова, а жизненная кредо. Во дворе дома номер 34 по улице Заречной сразу несколько владельцев машин посчитали, что газон вполне пригодное место для парковки их транспорта. Однако с этим не согласились участники рейда по выявлению правонарушений, связанных с парковкой автомобилей на внутриквартальных территориях. Дворно-Заречные организаторы проверки посетили не случайно. Мы ходим по жалобам жителей в первую очередь. То есть в дальнейшем будут рейды по поступлению. По регистрационным номерам установили владельцев автомобилей, припаркованных на газоне. Нарушители старались уйти от ответственности, ссылаясь на отсутствие парковочных мест во дворе. Я говорю, я почти 80 лет с седой головой, чтобы полез вот так ставить, когда меня самого возмущает, особенно вот дождик пройдет, грязь и все. Ну такая ситуация. С автомобиля? А? Собственно, какого автомобиля? Вон, копейка. Однако нехватка мест на стоянке не повод пренебрегать правилами благоустройства. На хозяев машин, стоящих на территориях без искусственного твердого покрытия, участники рейда составили протоколы об административном правонарушении. Автовладельцам выписали штрафы в размере 500 рублей. Рейды у нас проводятся еженедельно. Попросим жителей не оставлять на придавых территориях, не имеющих искусственного покрытия. То есть, пожалуйста, оставляйте только на положенных местах. Подобные проверки проходят в нашем городе систематически. Кроме того, планируется провести рейд по внутриквартальным проездам совместно с сотрудниками МЧС. Спасатели проверят, не препятствует ли личный автотранспорт во дворах движению спецтехники. Александр Абаимов, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Строительство двух долгожданных зареченцами социально значимых объектов скупило в завершающую фазу. Крытый 50-метровый бассейн и жилой дом на Озерской проинспектировал глава администрации «Заречного» Вячеслав Гладков. Проводя выездное совещание, мэр вновь подчеркнул важность скорейшей сдачи объектов в эксплуатацию. Бассейн ждут все горожане, а жилье в новом доме – 144 семьи, стоящие в социальной очереди. До открытия Сарова в Заречном осталось несколько месяцев. Строительство нового бассейна в 18-м микрорайоне выходит на финишную прямую. В ближайшее время отсюда уберут подъемный кран, рабочие вплотную займутся внутренней отделкой помещений и чаши. Начнется благоустройство территории. Мы идем по графику. Претензий у подрядчика по оплате, по взаимодействию с управлением капитального строительства нет. Счета оплачиваются вовремя. Деньги на объект в бюджете есть. Уже в прошлом году были выполнены достаточно большой объем частовой отделки, но в связи с тем, что здесь несколько торгов было проведено, у нас очень сложно было в прошлом году. С точки зрения прохождения повторной госэкспертизы мы почти год на этом потеряли. Название спортивного объекта уже известно. Он будет носить имя «Саров». Новый бассейн станет одним из самых ярких зданий города. Особое внимание уделяется его оформлению. В ходе выездного совещания Вячеслав Гладков обсудил с представителями подрядной организации варианты размещения вывески. Как сейчас делать? Стоять на газах. Вот эта клеточка. Да? Да. Сорок. Давайте подумаем. Смещение. Фактически, да, арт-объект, рядом с которым будут фотографироваться. Не на фасаде, а на который там подходят. Напротив нового бассейна возведена многоэтажка. Здесь также строительные работы близятся к завершению. Во всех квартирах уже идут отделочные работы. А значит, дом скоро будет готов к заселению. Зареченцы заждались, те, кто стоят у нас в социальной очереди. Напомню, что все квартиры пойдут в социальную очередь. И зареченцы, у которых доход не позволяет решить квартирный вопрос и приобрести квартиру на свободном рынке, в нашем городе они имеют возможность получить квартиру бесплатно. Это, конечно, большое достижение. И в наш очень непростой период времени, в котором мы сейчас живем, это, конечно, с моей точки зрения, практически такое нереальное событие. Вячеслав Гладков отметил, что деньги на завершение строительства жилого дома на Озерской в городской казне есть в полном объеме. В данный момент все работы здесь выполняются в полном соответствии с графиком. Наталья Елистратова, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». Зареченские полицейские подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие. Наш город по-прежнему остается одним из самых некриминализированных в стране. Однако проблемы в борьбе с преступностью остаются. Из межмуниципального отдела МВД России по Заречному наш следующий материал. Разбудите меня лет через сто и спросите, что сейчас делается в России. И я отвечу – пьют и воруют. И не ошибся, классик. И в 21 веке пророчество Салтыкова-Щедрина актуально. Пьянство и воровство – два бича российского общества и две основных составляющих преступности. Об этом в своем докладе о криминальной обстановке в первом полугодии вновь сообщил начальник межмуниципального отдела МВД России по Заречному Анатолий Еремеев. Растет число краж, особенно велосипедов и автомобильных аккумуляторов. И это неудивительно, ведь добыча для преступников легкая и просто сбываемая. А зареченцы в большинстве своем люди беспечные и следить за своей собственностью не привыкшие. Однако полиция вместе с общегородской системой профилактики правонарушений дело свое знает. Уровень преступности в Заречном – один из самых низких в стране. И пока сохраняет тенденцию к снижению. За первые полугодия зарегистрировано 261 преступление, что на 2,6% меньше аналогичного периода прошлого года. По области наблюдается небольшой рост, в том числе и по Пензе. Уровень преступности в Заречном из расчета на 10 на 100 тысяч населения составил 404 преступления, что меньше более чем на 100 преступлений областного уровня. С 47 до 24 уменьшилось число посягательств на жизнь здоровья граждан, и большинство из них относятся к категории небольшой средней тяжести. На один факт уменьшилось количество убийств, в этом году их было одно. При этом на один факт увеличилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровья, с одного до двух. Большинство преступлений совершают люди, уже имевшие проблемы с законом, и профилактическая работа с таким контингентом – одна из первоочередных задач, поставленных перед полицейскими. Еще одна из задач – профилактика пьяной преступности, в том числе и на дорогах. С сентября прошлого года пьяный за рулем стал преступником в полном смысле. Повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии признано уголовно наказуемым деянием. По этой статье в первом полугодии возбуждено 17 дел. Всего же полицейские задержали 136 пьяных водителей. Но в целом обстановка на дорогах Заречного улучшается. Дорожно-транспортная обстановка в городе характеризуется сокращением на треть количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, с 19 до 13 фактов. Числа раненых из них людей с 22 до 15, отсутствием погибших. Выявлено пресечено около 8,5 тысяч нарушений правил дорожного движения, что выше на 11 процентов, чем аналогичный период прошлого года. Профилактическая работа в детских садах, школах, летних лагерях дала хороший результат. За 6 месяцев 2016 года только один несовершеннолетний пострадал в результате аварии. И не зафиксировано ни одного ДТП по вине детей. Станислав Корякин, Денис Дубийский, телерадиокомпания «Заречный». Подробнее о криминогенной обстановке в городе и задачах, поставленных перед полицейскими, мы поговорим с заместителем начальника полиции по охране общественной безопасности межмуниципального отдела МВД России по Заречному Михаилом Усановым. Интервью в студии сразу после рекламы, а пока к другим новостям. 100 зареченских школьников осваивают рабочие профессии в лагере труда и отдыха. Первые трудовые навыки, а вместе с ними и первая зарплата – хороший стимул провести каникулы не сидя у компьютера, а в лагере Траектория, убедилась Ксения Тризна. Заказ для градообразующего предприятия выполняют юные токари в лагере труда и отдыха Траектория. Конечно, дети работают не над продукцией для ядерно-оружейного комплекса, но тоже делают важной и порой просто необходимой для производственного объединения старт оборудования. Скрепки, обыкновенные скрепки, чтобы скреплять папки. Папки никуда не деваются, их все больше и больше становится. Потом они скрепляются в архив, скрепляются в архив. Работают прекрасно. Во второй смене в лагере работают и отдыхают 100 детей. Каждый из них выбрал для себя специальность – столяр, токарь, швея, делопроизводитель, разнорабочий или вожатый. Последний трудится в детских оздоровительных лагерях. А на базе Центра образования и профессиональной ориентации форменные рубашки для вожатых делают юные швеи. Пока они работают с тканью. Раскроить, погладить, раскроить, потом уже сначала все размерить, раскроить и сшивать. Ну и сколько вот это времени приблизительно занимает? Ну, часа три-четыре. Лагерь труда и отдыха пользуется популярностью среди зареченских детей. Здесь есть те, кто приходят в Центр образования и профессиональной ориентации уже не в первый раз. Даже здесь хорошо. Здесь обучают очень хорошо. Столярному делу. А почему ты выбрал именно столярное дело? Ну, не знаю. Приятно работать с деревом. Дети обучаются о зампрофессии, приобретают навыки. Но они не только узнают новое. Труд ребят оплачивается. У них заработная плата будет, как у настоящих работников, которые официально трудоустроены. Ну, это будет четыре с небольшим тысячи, вместе с налогом семипроцентным, как у любого трудоустроенного работника. Дети трудятся неполный рабочий день – четыре часа. Каждые 45 минут они делают перерыв на четверть часа. Таково требование трудового законодательства. Смена в лагере труда и отдыха продлится до 30 июля. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Юнзары вернулись домой. В загородном детском оздоровесенном лагере «Звездочка» завершилась вторая, лидерская смена. Чему научились и как отдохнули, ребята рассказали нашему корреспонденту Александру Абаимову. Раз, четыре, три, два, один. Закрылись. Казалось бы, только недавно у ворот «Звездочки» остановились автобусы, и ребята с удовольствием начали обживать свой любимый лагерь. А уже пора уезжать. Лидерская смена завершена. Вот уже прошел 21 день, как мы открыли вторую лидерскую смену, и сегодня, наконец-то, мы ее закрываем. Наши ребята учились различной компетенцией. Они пробовались о социальном проектировании, научились навыкам эффективного общения и прошли множество мастер-классов, посвященные лидерству. Девятый раз «Звездочка» приняла в своих стенах юных активистов движения «Юнзар» и лидеров «Заречного». В этом году концепцию смены было решено видоизменить. В целом, смена отличалась кардинально от предыдущих смен, потому что главной спецификой смены и главным отличием – это было направление образовательное. То есть мы не просто отдыхали, мы еще и учились быть настоящими, истинными лидерами. Я думаю, что у нас это отлично получилось. Ребята получили очень много новых знаний, приобрели много новых навыков, и смена прошла довольно-таки успешно. Каждый день ребята участвовали в спортивных и творческих мероприятиях, занимались на мастер-классах, проходили тренинги. Воспитатели, в свою очередь, помогали своим подопечным, делали их отдых безопасным, полезным и интересным. Ну вообще, я первый раз работаю воспитателем, смена мне очень понравилась. Дети у меня отличные, все активные. Я как куратор городского детского движения ехал сюда с определенной целью, конечно, набрать себе детей, активистов. И я думаю, что у меня это получилось. Финальной точкой лидерской смены стал большой концерт. Ребята показали лучшие номера, созданные за 21 день. А те, кто сидел в зале, с радостью поддерживали выступающих. Давайте вместе с нашими биджейми можно приподняться со своим мест, что мы повторяем с ними. Лидерская смена завершена, но летняя оздоровительная кампания продолжается. Уже совсем скоро в лагерь приедут новые ребята. До конца августа в «Звездочки» пройдут еще две тематические смены. Ну, следующая смена творческая, едут творческие коллективы. Я думаю, что она тоже будет очень интересная. Желающих море. Мы едва справляемся с наплывом детей, желающих отдохнуть в «Звездочки». Это здорово. Ну, а в августе Олимпиада спортсмены будут тренироваться и, я думаю, будут стремиться к будущим олимпийским рекордам. За четыре летних смены в детском оздоровительном лагере «Звездочка» отдохнут более тысячи зареченских школьников. Александр Абаимов, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». И о спорте. Зареченец Александр Сисин завоевал бронзу Кубка мира по каратэ среди молодежи. Соревнования прошли в городе Умак в Хорватии. Туда съехались молодежные сборные из 60 стран. Александр Сисин выступал в возрастной категории 12-13 лет. Он провел пять поединков. В одном бою проиграл спортсмену из Хорватии и поднялся на третью ступеньке из дистала почета. В составе сборной России на Кубке мира выступили также две спортсменки из «Заречного» – Маргарита Мещерякова и Гузель Козырева. Для Маргариты это были первые международные официальные старты в новой возрастной категории – 14-15 лет. В первом поединке с представительницей Сербии зареченская спортсменка одержала победу со счетом 8-0. Во втором бою Маргарита встретилась с соперницей из Боснии и Герцеговины. Победу присудили боснияки. Маргарита Мещерякова заняла седьмое место. Гузель Козырева выступала в возрастной категории 16-17 лет. Из-за некорректного судейства ей удалось провести только один поединок. В общекомандном зачете сборная России заняла пятое место. А зареченский спортсмен Роман Ларин взял золото в первый день первенства России по плаванию среди юниоров, проходящего в Пензе. На дистанции 100 метров на спине он финишировал со временем 55,62 секунды. Стоит отметить, что в этот день никто из спортсменов Пензы и области, кроме Романа Ларина, на пьедестал почета не поднимался. Кроме того, воспитание в Зареченской спортивной школе «Союз» стал вторым в предварительном заплыве на дистанции 50 метров на спине. С результатом 26,2 секунды он заслужил право на участие в финале. А значит, у него есть все шансы стать обладателем еще одной награды первенства России. Болеем за Романа Ларина. Как не стать жертвой мошенников? Почему не стоит оставлять велосипеды на лестничных клетках? Что грозит водителям за пьяную езду? Об этом и не только сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. Мебельная фабрика «Астрон» дарит Зареченцам европейский дизайн интерьеров. Вместе с нами вы создаете уютную спальню, стильную гостиную, безопасную детскую. Мебель разных ценовых сегментов позволит найти лучшее решение, которое не обременит вас. Богатый выбор декоров дает возможность создать идеальный интерьер. Легко, быстро и бесплатно сотрудники фабрики подберут мебель с учетом ваших желаний. Комфортная и стильная мебель «Астрон» за Речном – это доставка без задержек, цена без накруток, связь без посредников. Магазин фабрики. Улица Промышленная, 27. Телефон 65-5408. Открыл глаза, зевнул и потянулся. Он кушать хочет. Маме улыбнулся. А мама о здоровье и развитии хлопочет. И их найти в проверенном продукте хочет. Уверена и с легкостью Лилею открывает. Лилея детской мама доверяет. Для тех, кто вам всего милее, с любовью делаем продукцию Лилея. Комбинат детского питания «Заречный». Я живу не только для себя. Внуки – моя радость. И даже такие проблемы, как артроз и остеохондроз, не пугают меня. Чтобы снять боль, воспаление и наслаждаться жизнью, я выбираю «Алмак». Жаркие скидки. С 11 по 25 июля купите «Алмак» по суперцене. В аптеках «Фармтрейд», «Центральные аптеки» и «Аптеки» на Ленина 58А. Ремонт без хлопот. Вместе с сетью магазинов «Строймаркет». Интерьерные краски «Дюлакс», пропитки для древесины «Пенотекс», краски по металлу «Хаммерайт». Декоративные покрытия-декорация с различными эффектами. Большой выбор керамической плитки и мозаики от разных производителей. «Заречный», улица Ленина 4. Телефоны 60 53 50 60 14 64. «Строймаркет» – главный помощник вашего ремонта. Человеческая жизнь хрупкая, как стекло. Не садитесь за руль в нетрезвом виде. 9500 рублей в месяц за свою однушку с ремонтом в Сурской Рибьере. Переезжай сегодня. Осталось 21 квартира. Звони 233-263. Успей заказать натяжной потолок 3 по цене одного. Звони 9888888. Звони и записывайся на замер и выиграй «Ладу Веста». Успей. Акция ограничена. Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли. Что происходит и почему происходит. Стратегия Росатома и оперативные репортажи. Программа «Страна Росатома». Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях заместитель начальника полиции по охране общественного порядка по городу Заречному Михаил Усанов. И мы говорим о состоянии преступности в первом полугодии 2016 года. Добрый вечер, Михаил Вячеславович. Итак, Михаил Вячеславович, подведены итоги оперативно-служебной деятельности отдела и итоги о состоянии преступности. Ну, вывод понятен. Пока у нас Заречный остается одним из самых декриминализированных городов в стране вообще. Одним из самых спокойных. И все же, какие выводы были сделаны руководством вашего отдела, руководством управления МВД России по Пензенской области? Какие задачи поставлены на следующий полугодие? Ну, нашему отделу дана оценка. Наша ведомственная оценка по итогам деятельности за 6 месяцев текущего года. И на дальнейшую часть года поставлена задача, ну, это в частности у нас в последнее время захлестнула волна хищения велосипедов. Также не прекращается у нас мошенничество, совершенное путем сотовой связи, интернет-мошенничество, хищение денег с банковских карт. В общем, дальнейшая задача это раскрытие данного вида преступления, предупреждение данного вида преступления, потому что, как ни говоря, люди у нас зачастую сами провоцируют преступников на совершение подобных деяний. В частности, велосипеды часто бросаются на улицы непристегнутыми, то есть без какой-либо охраны, что в какой-то мере провоцирует на совершение данного вида преступления. Михаил Вячеславович, насколько я понимаю, наибольшее количество преступлений из общего числа – это кражи? Да, это из года в год, оно так и есть, кражи. Радует то, что кражи – это, ну, наши так называемые первые части, то есть кражи не тяжкие. Что воруют? Да воруют практически все. Сотовые телефоны, велосипеды. В большей мере в последнее время просто заклеснуло – это велосипеды. Удается ли раскрыть вот такого рода преступления, то есть вот эти вот кражи, кражи велосипедов в частности? Вы говорили о том, что их очень много, этих краж. Сколько вот было разыскано велосипедов, сколько было задержано тех, кто воровал эти велосипеды, каковы итоги работы? Ну, скажу так, из количества похищенных велосипедов установлены виновные лица, не установлены виновные лица, всего лишь в четырех случаях. Так что нам удалось найти виновников. К сожалению, все велосипеды похищенные найти не удалось, так как они были уже сбыты на территории города Пенза. Ну, то есть воруют то, что плохо лежит, как всегда у нас, да, воруют то, что плохо лежит и то, что легко продать? Именно. Спрос рождает предложение. Воруют кто? То есть вот кто те люди, которые совершают преступления? Это люди, у которых не на что жить? Это люди, которые, ну, по каким-то причинам оказались в трудной жизненной ситуации и впервые совершают преступления? Или же это все-таки те, кто уже ранее имел проблемы с законом? Вот какова структура преступности, преступников, я бы сказал? В большей мере, более 50% кражи, ну, вообще преступления совершаются людьми, ранее уже совершавшими преступления. С одной стороны, конечно, это плохо в плане того, что эти люди, то есть нам не удается с ними провести достаточную профилактическую работу, чтобы они встали на путь исправления, чтобы они влились в нормальную жизнь, в обществе. С другой стороны, не может, как бы, не обращать на себя внимание тот факт, что у нас в структуре преступности не появляются новые лица, а остаются все те же, которые уже известны, с которыми сразу проводится работа и которые моментально, ну, сразу после совершения преступления попадают в наше поле зрения. То есть это вот те самые джентльмены удачи, о которых говорил герой одноименного фильма, украл, выпил в тюрьму, да? Ну, я бы не сказал, не назвал их джентльменами удачи, потому что на джентльменов большинство из них даже не тянет внешне. Но принцип такой, да, то есть он украл, выпил в тюрьму, возвращается, опять украл, выпил в тюрьму. Ну, да, эти люди не задумываются о завтрашнем дне, живут одним днем, то есть то, что плохо лежит, они подобрали, быстро продали, ну, и, соответственно, пропили. Скажите, пожалуйста, каким образом можно все-таки предупредить вот такого рода кражи? Я не знаю, как еще, неоднократно мы с вами встречались здесь и с вашими коллегами, говорили об этих самых злополучных велосипедах, злосчастных, которые воруют отовсюду. Все равно, каждый день иду домой, подхожу к подъезду, и я вижу все эти велосипеды. У каждого подъезда, у каждого магазина, у каждой школы, везде. Могу сказать так, что неоднократно гражданам города уже обращались с просьбой, скажем так, с предложением убрать велосипеды с лестничных площадок, с мест, легко доступных для преступников. Ну, могу сказать еще так же, что мы со своей стороны можем влиять на людей другим способом. Данные велосипеды, находящиеся на лестничной площадке, загромождают путь эвакуации, и участковые полномочные сотрудники полиции, осуществляющие охрану общественного порядка, имеют право собрать материал проверки и направить его в службу пожарной безопасности, которая имеет право составить административный протокол на владельца данного велосипеда, и штраф там составит 5000 рублей. То есть уже не просто уговорами, чтобы люди как-то следили за своим имуществом, но еще и рублю наказывают. Да, данные люди, которые бросают свой велосипед на лестничных площадках, фактически совершают административное правонарушение, которое наказывается штрафом. Михаил Вячеславович, и еще одна проблема. Мошенничество не прекращается. Все новые и новые формы, и старые, и уже, казалось бы, хорошо забытые старые. Мошенники не брезгуют ничем? Мошенничество профилактировать очень сложно. В большинстве случаев мошенники каким-то чутьем внутренним попадают на человека в тот момент, когда он меньше всего ожидает вот этого звонка. И даже если человек об этом уже был осведомлен, знал, и тем не менее потом у него срабатывает некая как будто программа. То есть вот он когда загружает последнюю купюру в банкомат, он осознает, что его обманули. А до того времени человек постоянно держат на телефоне, ему постоянно говорят, 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 отвлекая его внимание от основной проблемы до тех пор, пока он не выполнит требуемую операцию. Поэтому хотелось бы обратиться не только к гражданам, которые могут поступить, к которым такие звонки, а к гражданам, которые увидят, что человек данный подошел к банкомату и загружает в него деньги. Допустим, необычную сумму, 100, 200, 300 рублей, а много. Подойдите к такому человеку, остановите его. Ну, не знаю, насколько прислушиваются к вашему совету наши зареченцы, но есть еще ведь одна проблема, не только телефонные мошенники. Все больше и больше интернет-мошенничества, покупки, продажи через всевозможные сайты. Здесь хотелось бы обратиться к гражданам, чтобы они не диктовали незнакомым людям, которые на другом конце провода, или на другом конце земли, можно сказать, находятся. Номера своих банковских карт, что зачастую делают. Потому что все списания с банковских карт путем таких интернет-мошенничеств происходят после того, как наши граждане легковерно, легкомысленно диктуют номера своих карт. После чего совершается покупка на эту карту через интернет-магазин. И потом уже крайне сложно найти виновника. Есть какие-то случаи, факты мошенничеств, с которыми вы столкнулись, скажем, в этом году впервые? Да нет, пожалуй. В этом году у нас уже мошенничества все были абсолютно уже известны. Новых мошенничеств не было. То есть все, о чем мы и вы постоянно говорим, это все одно и то же. И все равно люди продолжают покупаться на это. Продолжают. К сожалению, продолжают. И еще одна тема была затронута сегодня на совещании, это безопасность дорожного движения. Статистика вроде бы неплохая. То есть на треть у нас, насколько я понимаю, упало количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Это достаточно серьезный такой показатель. И все-таки, проходя вечером по улице, проходя, особенно вечером, ночью, вы наверняка столкнулись неоднократно. Это, мягко скажем, малоадекватные водители, малоадекватные пешеходы, которые все равно нарушают правила дорожного движения. И пьяные. Ну, по поводу вождения в пьяном виде, действительно, в этом году уже возбуждено 17 уголовных дел по статье 264.1 Уголовного кодекса. Это за повторное вождение автомобиля в пьяном виде после того, как данный человек был уже лишен права управления. За вождение в пьяном виде, либо отказ от освидетельствования. Хотелось бы обратиться к гражданам, которые наши совершенно не задумываются о последствиях, что повторное вождение, да и вообще вождение, мало того, что они подвергают опасности жизни людей, свою и посторонних, они также в результате могут получить судимость. И дальнейшие их какие-то возможности, устройства на государственную службу, и для их детей уже это будет проблемой. То есть, они автоматически могут, пока не задумываясь об этом, попасть в ту самую категорию, о которой мы говорили чуть выше. Да, вот те самые, которые, мягко скажем, люмпины, которые украл, выпил в тюрьму. То есть, они уже будут судимостью. Они будут судимостью. Это уголовные наказуемые деяния. И перспектив в будущем у них значительно сужается. В своих правах они будут ограничены. Ну что ж, Михаил Вячеславович, конечно, много еще можно говорить о проблеме преступности, о том, как же все-таки бороться всем вместе нам с этой бедой. Но, к сожалению, время нашего эфира ограничено. Большое вам спасибо за участие в нашей программе. Спасибо вам за вашу работу и за то, что Заречный по-прежнему остается самым спокойным городом страны. Спасибо. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Вам всего самого доброго. До встречи на канале Заречный. И берегите себя. Качественные пластиковые окна Надежные стальные двери Модные натяжные потолки Высокотехнологичные кондиционеры Вертикальные горизонтальные жалюзи С компанией «Ревстрой» С компанией «Ревстрой» Реклама